6 класс, 29 серия. Комбинаторика. Перестановки без повторений. Сколько пятизначных чисел можно составить из цифр 1, 2, 3, 4, 5? Так, чтобы цифры не повторялись. Так, на первом месте может быть записана любая из пяти. На втором нельзя писать ту, которая уже записана. Значит, возможности будет меньше на 1. Затем еще на 1 меньше, еще на 1 меньше. И последняя цифра уже та, которая останется. Одна-единственная возможность. Перемножая, получаем ответ. Здесь получится 102. Итак, эта задача относится к задачам на перестановки без повторений. Можно сказать, что это задача на размещение из пяти элементов по 5. И решается она следующим образом. 5 факториал. 5 факториал – это 120. Число перестановок без повторений из n элементов. Это число размещений из n элементов по n. n факториал. Значит, n множителей, первый из которых равен n, затем на 1 меньше, еще на 1 меньше и так далее. Последний множитель – единица. А всего множителей n. Это n факториал. Первая задача. Сколькими способами можно составить четырехцветный флаг из горизонтальных полос одинаковой ширины, имея четыре различных цвета? Итак, первую полоску мы можем выбрать любую из четырех. Вторую – любую из трех оставшихся. Затем любую из двух оставшихся. Ну, а последняя полоска уже то, что останется. Итак, 4 факториал. Ответ в задаче 24 способа. Вторая задача. Сколькими способами можно разместить 6 человек за столом, на котором поставлено 6 приборов? Первый человек может выбрать любой прибор, любое место из шести. Второй – любое из пяти оставшихся. Затем любое из четырех, из трех, из двух. И последний занимает то место, которое останется. Одно единственное, одна возможность. 6 факториал и значение 720. Значение этого произведения, ответ задачи – 720. Третья задача. На сколько процентов увеличится площадь квадрата, если периметр увеличится на 50%? Допустим, сначала сторона квадрата была равна х. И периметр увеличился на 50%. То есть периметр второго квадрата – это 6х. 6х делим на 4, для того, чтобы определить одну сторону второго квадрата. Полтора х. Сторона второго квадрата – полтора х. Значит, площадь первого квадрата – это будет х умножить на х, х квадрате. А площадь второго квадрата – полтора х квадрате. Это будет 2,25х квадрат. Вопрос. На сколько процентов увеличилась площадь? Значит, была х квадрат, а стала 2,25х квадрата. На сколько же она увеличилась? Площадь увеличилась на 1,25х квадрат. Если мы найдем значение разности вот этих площадей. На сколько же процентов? На 125% увеличилась площадь. Ответ на 125%.